Собака способна стать настоящим помощником человека и верным другом, но для этого её надо правильно воспитать. Дрессировкой собак занимаются кинологи. Свой профессиональный день они отмечают 21 июня. Праздник был учреждён в 2004 году приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации. Поздравления в этот день принимают все, кто работает с собаками, начиная от пограничников и сотрудников Министерства внутренних дел и заканчивая собаководами-любителями. Собаки в этот день обязательно получают лакомства. Существует более 20 профессий, где задействованы умные и проворные четвероногие питомцы. Собаки изначально рассматривались людьми, как животные, приносящие огромную пользу. Декоративные же собаки, символы престижа человека, появились намного позднее. Наиболее распространёнными были охотничьи собаки самого разного назначения. Гончие загоняют зверя, борзые служат для охоты без ружья, подружейные собаки способны поднять птицу под ружьё, найти её и принести дичь хозяину. Норные собаки помогают охотиться на лис, енотов и барсуков. Ни одно электронное устройство не может заменить собачий нос. Так же, как самый тренированный человек, не может сравниться с собакой в скорости и быстрой реакции. Поэтому есть служебные собаки, которые несут караульную службу, разыскивают и задерживают преступников, служат на таможне. А есть собаки-сапёры, которые ищут мины, взрывчатку и работают на погранзаставе. Собаки-спасатели незаменимы во время природных катастроф. Помогают откапывать людей из подснежных завалов, спасают тонущих. Это всегда крупные и сильные псы, которые работают самостоятельно, без ошейника и поводка, наученные оказывают людям даже первую помощь. Именно собаки быстрее всех находят людей под обломками разрушенных зданий, остаются с ними, согревая их своим телом и подают голос. Есть ещё и ездовые собаки. До сих пор на севере собачьи упряжки используются по прямому назначению. Для этого служат сибирские хаски и сибирские лайки, которые были выведены именно как ездовые собаки. Они выносливы и безотказны. Проходят по льду и рыхлому снегу, где олени и лошади проваливаются. Следующая профессия собак – это пастухи. Основное назначение таких собак – не защита от волков, а в первую очередь управление огромным стадом овец, коров, оленей. Человеку не по силам согнать животных в кучу и припроводить их куда следует, а пастушьи собаки делают это легко. Есть собаки-охранники. Они созданы для охраны стада от волков, а затем и просто для охраны домов и объектов. А есть собаки-терапевты, прошедшие специальный отбор и успешно работающие с детьми и взрослыми. Общение с ними идет на пользу аутистам, помогает победить разнообразные нарушения психики. Четвероногие терапевты поднимают настроение пожилым людям в хосписах и домах престарелых. Эффект от такой терапии просто неправдоподобный. По неволе поверишь в мистику. Но собаки иногда оказывают воздействие лучше лекарств. Они реагируют на изменение сахара в крови у человека с диабетом, предупреждают своих владельцев больных эпилепсией о приближении приступа. И те могут переждать судороги в безопасном положении. Еще есть собаки-поводыри слабовидящих. В любой школе собак-поводырей на них огромная очередь. Люди, имеющие таких помощников, говорят, что получили шанс на полноценную жизнь. Чаще всего используются собаки породы лабрадор. А собаки-артисты часто выступают в цирке, охотно осваивая разные трюки. Фильмы с участием четвероногих актеров тоже очень популярны. А недавно появились новые профессии у собак. Это книжные собаки, которые помогают взрослым обучать детей чтению. Есть собаки-няньки, которые защищают детей от опасностей. С ними можно оставлять малышей. Они подадут голос, не подпустят чужого чужака к ребенку. Есть собаки-почтальоны, есть собаки-геологи, собаки-служат науке, собаки-космонавты. Только в СССР в полетах участвовало более 50 дворняжек. Собаки предсказывают землетрясения. И, увы, есть собаки-подопытные, которые участвуют в лабораторных исследованиях. И, наконец, самая популярная собачья профессия – это собака-компаньон. Мы любим своих домашних питомцев просто за ту радость, которую они вносят в жизнь одним своим присутствием. Обладают потрясающими способностями, которые люди оборачивают себе во благо. Наталья Дурова – знаменитая дрессировщица, представительница прославленной династии, много лет руководившая театром зверей «Уголок дедушки Дурова». Она написала немало замечательных рассказов и в своей книге «Кочка» дает советы юным дрессировщикам, как воспитать свою собаку. Читайте невыдуманные истории о четвероногих и пернатых артистах в книгах Натальи Дуровой.